Сантьяго, столица Чили. Это самый крупный город страны, расположенный в Центральной долине. Он был основан в 1541 году испанским конкистадором и первым губернатором Педро де Вальдивея. А в сентябре того же года поселение было практически полностью разрушено в сражениях с сарауканами. Это единственный индейский народ в Южной Америке, который не был завоеван ни инками, ни испанцами. До этих событий в 15 веке север Чили входил в состав империи инков, а на месте Сантьяго было крупное индейское поселение. В 1520 году берега Чили посетил Магеллан, совершая свое кругосветное плавание. В 1535 году началось испанское завоевание страны, а в 50-е годы 16 века территория Чили была включена в состав вице-королевства Перу. В начале 19 века в Чили несколько лет шла война за независимость, а после провозглашения независимости Сантьяго стал столицей. На выборах в 1970 году победили левые силы, и президентом Чили стал Альенде. Но в результате военного переворота 1973 года в стране установилась диктатура генерала Пиночета. После провозглашения независимости республики Чили, Сантьяго стал столицей независимой республики и местопребыванием президента и парламента страны. Сантьяго Сантьяго – один из красивейших городов Латинской Америки. Сами чилийцы нередко называют его младшим братом Парижа. В нем много старинных церквей и жилых домов колониального периода с внутренними двориками, патиок, порталами и металлическими решетками, стоящими рядом с современными многоэтажными зданиями из стекла и бетона. Сантьяго – это один из самых удивительных городов мира. Во-первых, он практически со всех сторон окружен горами. Сантьяго туристам предлагают посетить Национальный музей Бельяс-Артес, парк О'Хиггинс и стадион имени Виктора Хара, названный в честь певца, расстрелянного в ходе репрессий в Чили в 1973 году. Один из музеев доколумбийского искусства интересен с точки зрения антропологии, археологии и этнографии, так как имеет очень богатую коллекцию предметов культур индийских племен. Коллекция дает представление не только о повседневной жизни народов Латинской Америки, но и об истории, о мистических и культурных обычаях, об архитектуре, войнах, флоре и фауне, Музей современного искусства был открыт в 1947 году. Он насчитывает около двух тысяч произведений искусств, в которые входят такие разделы, как живопись, скульптура, графика, фотография. Можно посетить экспозиции работ известных чилийских живописцев, таких как Немисим Антуанес и Гильермо Нуньес. Достопримечательностью центра столицы является покрытый деревьями и кустарниками холм Санта-Люсия, господствующий над центральной частью города. Санта-Люсия – это важное историческое место, потому что у подножия именно этой горы, в долине реки Мапоча, конкистадор Педро де Вальдивея 14 февраля 1541 года основал город Сантьяго. Продолжение следует...